В школе на учеников обрушивается такое количество информации, что, кажется, запомнить просто невозможно. Отсюда и плохая успеваемость. Но сегодня вы узнаете об уникальной системе, которая поможет вашим детям запоминать правильно и легко, и учиться с удовольствием. Встречайте Елену Калачикову. Лена, здравствуй. Добрый день. Спасибо, что пришла. Я знаю, что методика, которую ты опробовала на своей дочери, работает буквально со всеми детьми, и это подтверждается твоим многолетним опытом. Лена проработала в школе 23 года, да? 26. Эй-детика. Это не просто слово, это методика, которая помогает ребенку запоминать. Эйдетика – это методика развития образного мышления, которая помогает развиваться память даже до феноменальных результатов. Так британский эйдетик Стивен Вильчер, способный намалювать в деталях всю линию горизонта чужого города после прогулянки на вертолете. А вот вчители в США и Европе, которые использовали эту методику в школах, пометили, что с ее помощью можно перетворить слабого учения на отменника. Тренер с разведкой памяти Олена Калачикова – одна из небольших вчителей, которые работают за этой методикой в Украине. Эйдетикой она зацикавилась не случайно. Олена шукала способом помогать собственной дочери с учением. После некоторых занятий за этими методиками девчина, что раньше имела проблемы с памятью, начала с легкостью освоить школьную программу. Уже 13 лет, как Олена учит детей и взрослых правильно запамятовывать. И сегодня обычные школяри, которые научились запамятовывать информацию за методами эйдетики, у нас в студии. И только с глядачами «Все будет добре» Олена Калачикова поделится уникальным методом, которым в нашей стране детей навчают в дорогих приватных школах. Когда наши дети маленькие, песенка из мультфильма или какой-то там стишок, принесенный с улицы, на раз-два запоминается. Но если стихотворение в школе задано, то вот так, с грустным лицом весь вечер, я не хочу и я не могу. Почему так происходит? У нас в школе не предусмотрено, как научить ребенка правильно запоминать. Если же ребенка с детства приучать и раскрывать секретики запоминания, то ему процесс заучивания тех же стихотворений будет доставлять удовольствие, потому что это будет минимальное количество времени и максимальное получение положительных эмоций. Эйдетика, она построена именно на позитивном воображении, на представлении, на фантазии. То есть запоминать, еще и при этом радоваться. Да. Могут ли эйдетику осваивать все дети? Или это только для особо одаренных, например, детей? Дети рождаются все с очень хорошей, гениальной памятью. Но потом, по мере взросления, канал образного мышления сужается. Эйдетика – это методика, которая одинакова и для взрослых, и для детей. Ко мне приходят взрослые с детками. Мы поступаем в первый класс, нам в садике сказали, что мы умственно отстанем. Психолог сказал, что в хорошую школу вы не поступите. Что сделать с ребенком? Ребенку 6 лет. И на него уже вы развешали ярлыки, потому что он не так быстро думает, он не так быстро говорит, не так эмоционально больше молчит, даже в доме молчит. И когда они пришли ко мне на занятие, и на первом занятии ребенок начал говорить, и когда я увидела, что мама плачет, мама заплакала. Я говорю, почему, Юля, ты плачешь? Она говорит, а я от радости, я не могу, он наконец-то начал говорить. И где-то на четвертом занятии мама говорит, его дома стало так много, раньше Вани слышно не было. Получается, что эйдетика действует прямо с первого занятия? Да, и на взрослых. Итак, сейчас есть возможность нам с вами тоже освоить эйдетику, и вам начинать пробовать прямо сейчас вместе со своими детьми или самостоятельно. С какого возраста можно начинать тренировать память ребенка? У нас полутора лет. У меня в гостях был человек с уникальной памятью, Максим Чечнев, который вслепую собирает кубик рубика. То, что это было впечатляюще, это точно. А еще у меня в гостях девочка, которая обладает уникальной памятью и талантом. Это Диана Казакевич, которая вместе с мамой Катей сегодня ко мне пришла. Участница шоу «Украина моя талант». Здравствуйте. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же тут такого? Это так легко. Супер, умница, браво. Ну, слов нет. Диан, ну ты на самом деле любишь учить стихи и рассказывать их? Или все-таки как-то мама тебя просит это делать? Я сама очень люблю разучивать стихи. Угу. Но они же такие длинные. Я помню, твои стихотворения ты несколько минут рассказываешь, а я все время думаю, ну как Диана смогла это все запомнить? Мама говорит, что у меня память как у слона. У них же длинная память. Я сама не знаю, как это получается. Мама достала стих, читает, а я что запомнила, рассказываю. И так пока не запомнится. Чтобы мне быстрее запомнилось, если стих не такой уж и легенький. То вот о чем речь идет, я перед собой вижу как картинку. Если это стишок про лошадку с букетиком, то я представляю лошадку... С букетиком. С букетиком. Когда вы заметили, что Диана с таким удовольствием учит стихи и рассказывает их? До годиков я и просто читала все стандарты стихотворения, которые и нам, мамы, в детстве читали. Например, наша, Таня, громко. Плачет. И делаю паузу, да. И она говорит, плачет. Просто мы так играли. Лен, ну это мама Дианы, Катя, использовала эйдетику, сама того не понимает, да? Вот что значит материнская интуиция. Насколько ярко у ребенка или у взрослого развито образное мышление, настолько он легко запоминает любую информацию, может ее потом воспроизвести. Все ли родители могут эту методику применять для своих детей? Родителям нужно понять просто два главных принципа. Если мы хотим, чтобы ребенок запомнил какую-то информацию, не нужно давать установку «запомни». Это изначально блокирующая установка, которая вызывает только состояние стресса и напряжения. Если мы хотим, чтобы ребенок что-то воспроизвел, потом мы говорим «представь себе». И вот здесь у ребенка включается образное мышление, включаются картинки. Раз представил все, уже забыть нереально. И второй принцип – это способность завязывать информацию между собой, то, что мы называем ассоциацией. Хочется поскорее осваивать эту методику. Мы поиграем в такую игру, которая называется «кулачок-пальчик». Игра, которая рассчитана на ту область головного мозга, которая отвечает именно за образное мышление. А какая это? Правая или левая? Это то, что между ними. То есть это межполушарная симметрия. Кто будет играть? Все. Левую руку мы показываем всем, что у нас все окей, все классно, все супер. Правую мы зажали пальчик в кулачок. Теперь делаем хлопок. И у нас теперь супер в другой руке. А кулачок с зажатым пальчиком – это уже теперь левая рука. Теперь делаем хлопок и меняем. Хлопок, меняем. Хлопок, меняем. Хлопок, меняем. И потом ускоряем темп. Фу, здорово, да? Это так часто нужно делать, чтобы вот там вот в середине мозга все развивалось? Таких игр на самом деле очень много. И вы, наверное, все знаете эту игру, когда мы себя тут по голове, там по животу. Или когда мы двумя руками делаем одновременно несколько действий. И память таким образом тоже как-то развивается, да? Да, совершенно верно. Оказывается, руками можно мозги тренировать. Сейчас я покажу вам, как можно ребенку в любом возрасте тренировать зрительную память или же фотографическую память. Дианка у нас сейчас смотрит внимательно на все игрушки, которые стоят на столе. Закрываешь глаза. И я тебе что-то поменяю. Все, открывай. Что изменилось? Нету бегемотика. Нету бегемотика. Молодец. А где должен был стоять бегемотик? Перед мишкой. Самый первый, да? Молодец. Молодец. Эта игра развивает зрительную память, когда ребенок соединяет образы один за одним в одну цепочечку. Можно развивать фотографическую память, давая ребенку одну секунду. Одна секундочка – это раз и. Он посмотрел, глазки закрыл, и вот то, что успел потом сфотографировать, да? И он потом воспроизводит. Вот сейчас мы взяли маленькое количество предметов, их всего здесь шесть. Это для ребенка, для дошкольника. Потом можно увеличивать количество предметов до десяти штук. А можно, наверное, и наоборот подставлять какие-то предметы? Можно подставлять, да, можно убирать, можно менять местами. Взрослому в такую игру можно тоже играть, но со спичками. Когда бросаешь количество каких-то спичек, потом смотришь, фотографируешь, и на бумаге прорисовываешь, потом сравниваешь, правильно ли ты нарисовал комбинацию их спичек, которые упали. Фотографическая память важна, например, при запоминании текста или формул? Это кратковременная память. Увидел и сохранил на короткое время. Если нужно эту информацию воспроизвести потом через какой-то промежуток времени, то мы вот учимся, сфотографировал, а потом уже делаем какие-то манипуляции для того, чтобы эта информация сохранилась в долговременной памяти. Мы сейчас поиграем с тактильной памятью, как вот эти же предметы можно использовать на запоминание ручками. А поможет нам Каролина, да, Каролин? Давай, Каролинка, иди сюда. Поддержите Каролину. Закрываешь глаза. Нет, не руками, руки мне нужны. И вот теперь на ощупь начинаешь щупать все предметы подряд. Так, и что, говорить кто это, пытаться угадать? Нет, 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 просто пощупать. 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 Так, я могу помогать Каролине? Или она, да? Так, можешь двумя ручками, если хочешь. Глазки не открывай. Чувствуешь? Так. Вот сейчас Каролина с закрытыми глазками запоминает на ощупь последовательно предметы, которые мы ей даем в руки. Вот, хороший предмет. То есть она запоминает, она запоминает на ощупь. Она запоминает на ощупь. Теперь, Каролина, глаза не открываешь. Теперь ты трогаешь опять все эти игрушки с закрытыми глазами и припоминаешь, какой игрушки нету сейчас. Ага. То есть сейчас ребенок сканирует, да, ощущения. Дайте нам еще. Угу. Так. Хорошо. Эта игра хороша для любого возраста. Чего не хватает? Мячика. Мячика. Молодец. Можно еще играть в эту игру, чтобы ребенок вообще не видел, какие предметы лежат на столе. Спасибо, Каролиночка, к тебе большое. Присаживайся. Спасибо, умница. У ребенка процесс обучения весь построен на игре. В школе обязательно есть момент, когда нужно пересказать какой-то текст, запомнить его. Как натренировать память ребенка для вот этого процесса? Вообще нет ничего сложного. Когда ребенок работает с текстом особенным образом, потом повторяет этот текст и все. Секрет словосочетаний особенным образом. Каким? Вот мы сейчас вам покажем. Кто хочет поучаствовать в эксперименте, мы возьмем одного ребенка и одного взрослого. Маша, моя ученица, моя выпускница начальной школы, 4 года, занимались айдетикой и на уроках, и во внеклассной работе. У нас был кружок айдетики. Маш, тебе нравилось заниматься айдетикой, да? Да. А кто из взрослых будет нам помогать? Вот женщина в своем ряду. Как вас зовут? Ирина. Ирина, очень приятно. А у вас, Ир, как с памятью? Вроде хорошо. Сейчас, фактически, мы будем сравнивать память Ирины, взрослого человека, с памятью, а уже памяти у меня нет, поэтому я забыла, как зовут Машу. Мария. Мария. Сразу секрет. Если мы хотим запомнить, как зовут человека, нужно просто ассоциировать его с человеком из своей жизни с таким же именем. Машенька, тебе сколько лет? Десять. Десять лет. Ну, а вам двадцать пять, конечно, это... Для того, чтобы провести этот эксперимент, нам понадобится бумага и ручка, да? И ручка, да. Принесите, пожалуйста. В чем заключается наш эксперимент? Да. Я читаю отрывок из научного текста про осьминога. Текст небольшой, он всего десять предложений. Но мы посмотрим, кто справится с этим заданием, взрослый или ребенок. Кто более подробно повторит этот текст. Я разрешаю делать какие-то пометочки, какие-то шпаргалочки, да. Давайте поддержим наших участниц для начала. Потому что сейчас мы убедимся, как эффективно действует эйдетика. По толще воды сумрак и тишь. Сюда не проникает луч солнца, не доносится шум волн. Но здесь ключом бьет жизнь. Среди других обитателей морских глубин живет осьминог. Много у него врагов. Но осьминог умеет спасаться от них. Часто осьминог пользуется нишей в скале, как убежищем. Удивительна его способность менять форму туловища и становиться плоским. И плавает осьминог с большой скоростью. Взмоет свечой вверх. Только его и видели. Дадим немножко времени, чтобы воспроизвести текст еще раз по тем записям, которые вы сделали. Я запомнила, что только его и видели. Сейчас мы посмотрим, насколько в деталях и подробно вы запомнили текст, глядя в свою шпаргалку, которую вы сейчас составили. Сначала начнем с взрослого человека. Ира, пожалуйста, мы вас слушаем. На дне океана, куда не проникает ни лучи солнца, волны тоже не пропускают свет, жизнь на дне все-таки есть. Там живет очень хитрый осьминог. У него много врагов, но он научился от них спасаться. Иногда, когда у него появляются враги, а на дне у него их много, он прячется за скалы, иногда принимает форму плоскую, а еще пытается стрелой подняться вверх и скрыться от своих врагов. Вот так вот он выживает. Только его и видели. А, только его и видели. А теперь Маша, которая занимается по системе эйдетика. Слушай, Маш. В морских глубинах обитает осьминог. Туда не попадают лучи солнца, волны не пропускают светлые лучи. На дне моря в скалах живет осьминог. Много у него врагов, но осьминог научился спасаться от врагов тем, что он может менять цвет или иметь плоскую форму. Иногда осьминог очень быстро всплывает наверх. Это тоже один из способов защиты. Только его и видели. Только его и видели. В целом, получилось и у взрослого человека, и у Маши получилось. У взрослого человека. У Иры. Ира, да, она больше добавила еще своей фантазии, потому что у нее больше опыта. Опыт, конечно. А у Маши, у нее более конкретно. Давайте покажем сейчас в листочке, что у вас получилось. Сейчас мы сравним заметки, которые делали Ира и Маша в процессе запоминания этого текста. Вот такая она с виду наскальная живопись, но на самом деле это метод пиктограмм. У Маши нарисовано, да? Да. А у Иры тоже нарисовано? Да. Ничего себе. Вот это вот ситуация. Уже видно, Ира просто что-то об этом знает. Да. Уже. Ира, а почему вы рисовали, а не писали? А я уже поняла, что лучше образами, а не словами. Точно. Маша, а что ты сделала? Расскажи, пожалуйста. Из каждого предложения выбирала главную мысль и изображала ее в каком-то коротеньком рисуночке. Быстренько рисовала, да? А потом что? Смотришь на картинки? Я вспоминаю, о чем была главная мысль и добавляю уже... Это тебя Елена Кимовна научила, да? На самом деле вот этот метод пиктограмм, он очень здорово помогает детям писать изложения, делать опорные конспекты, правильно составлять шпаргалки, которые никто... Учитель, вот такую шпаргалку увидев у ребенка на столе, он сразу не поймет, что это такое, что это за рисунок. А ребенок этой шпаргалкой может пользоваться. Даже если бы мы забрали у Маши сейчас этот листочек, текст он все равно повторит, потому что рисуночки в голове образы сохранились. Спасибо, Ира и Маша, вы просто молодцы. Во что мы еще поиграем для того, чтобы помочь родителям развить память ребенка, а заодно и свою? Игра называется «Десять картинок». Там можно менять количество. Малышу можно дать пять картинок. Начальная школа – десять, пятнадцать, взрослому – двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто. Не имеет никакого значения. Как это? Сто можно запомнить в картине? И сто, и пятьсот. Кто хочет поучаствовать? И возьмем Илюшу. Илья – это тоже мой ученик. Илья. И как вас зовут? Даша. Даша. Очень приятно познакомиться. Даша, вы учитесь, работаете? Я навчаюсь. А как с памятью? Ну, нормально. Илья, сколько тебе лет? Одиннадцать. Владеешь уже эйдетикой? Да. Что мы сейчас будем делать? Итак, я показываю сейчас десять картинок. Нужно будет внимательно просмотреть эти все картинки, а потом повторить все десять картинок, желательно в той же самой последовательности. Все, готовы, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, как хорошо, что я не участвую в этом эксперименте. И так, и так. Слушаем. Даша. Ну, перший малюнок – это девочка. Другий – это, ну, садник. Потем морское дно. Лис. Лис. Чайник. 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 Потім иде лис. Был уже. Да, да. Так, не, корабель иде. Потім иде квитка. То есть у Даши получилось, что шесть картиночек воспроизвела в правильном порядке, а потом уже пошла… Блуждать. Да. Даша, я начала блуждать после второй, поэтому не самый плохой результат. Но, возможно, Илья сейчас покажет класс. Принцесса, всадник, морское дно, лес, чайник. Или кувшин. Или кувшин. Корабли. Точно. Были медведи. Цветок. Эй, ему подсказывали. Какая прелесть. Потом, по-моему, утки. И последнее? Дерево. Да. Все. Молодец. Илья назвал десять все. И ему это было гораздо проще сделать, чем Даша. Потому что он кое-что знает об этом. Что ты знаешь такого, что помогло тебе назвать все эти картинки? Мне показывают картинку. Так. Я ее запоминаю и смотрю на следующую. И связываю их вместе. Что, например, принцесса едет на лошади. Лошадь была в морском дне. Море было рядом с лесом. В лесу был кувшин. Потом кувшин забрали на корабль. Корабль вели медведи, которые посадили цветок. Ой, какая прелесть. Цветок взяли утки и посадили под дерево. Все. История закончилась. Все картинки запомнили. Все. И теперь все знают эти картинки. Я так понимаю, что можно запомнить большое количество картинок, а значит большое количество информации. Насколько долго это сохранится в памяти? Ровно настолько, насколько это нужно. Вот он сейчас, Илья, это сделал. Оно ему в жизни нигде может не понадобиться. Но завтра, если мама, папа спросит, а какие были картинки, то он эти картиночки все воспроизведет. Но так-так можно, получается, забить свою память до состояния просто какого-то хранилища информации. Не надо бояться, что будет перегруз. Нашей памяти не нужно бояться. То, чем мы пользуемся, оно у нас ближе находится. То, что нам не нужно, оно где-то там в далеком ящике. То есть здесь помещается все, на самом деле? Можно, можно запомнить все, что нам необходимо. А что не нужно, оно отсеется. С цифрами очень хорошо с малышами работать, чтобы они видели в каждой циферке не просто цифру, а образ этой цифры. Например, единичка похожа на... Буратино. На буратино, да, потому что длинный носик. А двоечка похожа на что? На лебедя. А троечка похожа? На змею. Даже если припоминать свои школьные годы, то у нас очень много было вот этих моментов именно из эйдетики. Но мы четко все помним, что бисектриса это... Крыса, которая ходит по углам и делит угол пополам. Да, пифагоровые штаны во все стороны рам. Вот так, подходя к учебному процессу, если из всего, из тех же формул нудных, противных, подходить с юмором, весело, с креативом, тогда это запомнится на всю жизнь, потому что наша память запоминает все, что яркое, все, что веселое, все, что нестандартное. Получается, Лена, что этот эффективный способ развития памяти отменяет еще одну крылатую фразу, которую мы со школьных лет помним. Повторение, мать учения. А на самом деле, как говорят у нас в эйдетике, повторение – это мачеха учения, потому что чем больше мы повторяем одно и то же, тем быстрее мы это забываем. Поэтому, когда мы учим стихотворение, ребенок прочитал, он составил пиктограммочки по тексту, потом по этим пиктограммочкам этот текст пересказал, сделал паузу, вернулся к этому через часа два. Потом пару раз еще повторил перед сном. Все, и утром на свежую голову. Не нужно тратить 5-6 часов на запоминание стихотворений, на запоминание текста и параграфов. В следующую игру я предлагаю поиграть именно на слуховую. Память, когда я скажу 15 словосочетаний, и нужно будет на память воспроизвести эти 15 словосочетаний. Кто хочет? Вот вы будете играть, да? Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ксения. И Сева. Сева это мой ученик. Так, а у Севой, наверное, память хорошая, да, Сева? Да. А тебе сколько лет? 11. Сева у нас очень активный такой парень. Так. Он у нас футболист, поэтому его концентрацию внимания очень сложно было удержать во время уроков. Ну, сейчас посмотрим, насколько получится это у нас делать сейчас. Все, готовы? Резиновые сапоги, белая мышь, розовый мерседес, баба-яга, роликовые коньки, красный комбайн, винни-пух, балетные тапочки, лебединое озеро, желтый телефон, кощей бессмертный, ковер-самолет, зеленая лягушка, шапка-невидимка, солдатская шинель. Ой, Ксюша, Ксюша. Знаете, я помню только первое. Хотя бы первое, скажи. Резиновые сапоги. И белая мышь. Розовый мерседес, красный комбайн или что-то такое было. Баба-яга была. А в том порядке? Порядок сбился, но тут хочется посмотреть, сколько вообще из 15 вспомнить. Баба-яга была, кощей бессмертный был, балетки или тапочки, желтый телефон, винни-пух и все. Все. То есть получилось 7. Не в том порядке из 15 и 7 словосочетаний. Посмотрим теперь, как у Севы получится это задание. Резиновые сапоги, белая мышь, розовый мерседес, Баба-яга, красные ролики, красный комбайн, винни-пух, балетные тапочки, лебединое озеро, желтый телефон, кощей бессмертный, ковер-самолет, зеленая жаба, шапка-невидимка и солдатская шинель. Солдатская? Все, 15. Как ты это сделал? Я делал связки. Из резиновых сапогов выбежала белая мышь. Она ехала на розовом мерседесе, увидела Бабу-ягу, у нее были красные ролики, были прицеплены к красному комбайну. Красный комбайн вел винни-пух, он был в балетных тапочках. Балетные тапочки танцевали лебединое озеро, а лебединое озеро говорило по желтому телефону. А это уже хорошо. Желтый телефон говорил с кощей бессмертным. Кощей бессмертный летел на ковер-самолет, и там была лягушка зеленая, на ней была шапка-невидимка. И солдатская шинель? Да. Для чего мы играем в такую игру? Во-первых, мы тренируем таким образом аудиальную память. Это те, которые воспринимают информацию через слух. Эта игра, она как раз позволяет ребенку и взрослому слышать информацию и воспроизводить ее потом, потому что он пока слышит, он уже ее начинает представлять. А насколько быстро вот это может происходить? Тренируясь по методу эйдетики, можно ускорять вот этот процесс запоминания, развивать его? Да, совершенно верно. Это же как в спортзал ходить. Ходим в спортзал, тренируем мышцы. Перестали ходить, мышцы ослабли. Так же и с нашей памятью. Хотим иметь нашу память гибкую и практичную. Нужно каждый день ее нагружать. Пять-десять минут. А сейчас для того, чтобы еще одно удовольствие получить, я приглашаю сюда Диану. Диан, иди ко мне. Диана правильно запоминает стихи и сейчас нам расскажет. Я буду рассказывать стихотворение, называется «Таблетки детства». «Таблетки детства». Взрослые, если грустите, кошки скребут на душе. Детство в аптеках спросите. В капельках или в драже пары цветных витаминок, капелек с сахаром пять. И босиком без ботинок прямо по лужам гулять. Детство волшебное царство, радость веселых проказ. Жаль, что про чудо-лекарства мамы не знают пока. Но не беда. Слава Богу, вместо веселых затей взрослым придут на подмогу смех и улыбки детей. Запоминайте легко и с удовольствием. И все будет как? Все будет доброе. Это точно. Спасибо, что были у меня в гостях. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.